Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Гайдук, ведущая праздников, и сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Сказка на ночь про ежонка Дему и медвежонка Степу». Жили-были ежонок Дема и медвежонок Степа. Обычно у них получалось ладить между собой, но сегодня утром все было по-другому. Видимо, ежонок Дема встал не с той ноги и наговорил медвежонку кучу неприятных слов. «Ты слишком упитанный, ты слишком неуклюжий и слишком любишь сладкое, особенно мед. Настоящие медведи к сладкому должны быть равнодушны», – поучительно говорил ежонок Дема. Обиделся медвежонок Степа и перестал дружить с ежонком. А поначалу было все хорошо, но потом стало скучно. И стал ежонок себя ругать. «Зачем я не сдержался?» – и наговорил Степе кучу неприятных слов. «Мне от этих слов лучше не стало. Он ничего же плохого мне не сделал». И от этого грустно ему стало очень-очень. И он решил пойти к лисенку. «Проще посоветоваться, как исправить ситуацию». Увидев лисенка, Дема сказал. «Спаси меня, пожалуйста». «От чего?» – спросил лисенок. «От моей собственной глупости. Я наговорил Степе кучу неприятных слов». «Он на меня обиделся. А теперь мне очень грустно. Очень грустно. Я очень хочу вернуть друга». «Я могу тебе посоветовать, Дема, знаешь что? Прежде чем что-то сказать, надо подумать». «Ты, конечно, подумал, но только после. А теперь медвежонок Степа дружит с солененком Тошей». Тут ежонок Дема совсем паник. «Остался я без друга. Совсем без друга, чуть не плача», – сказал он. Пошел ежонок домой. Идет навстречу ему знакомый волчонок. «Что пригорюнился, Дема?» «Наша дружба с медвежонком Степой дала трещину по моей вине. И как вернуть дружбу, я не знаю. Нередко от нас уходит то, о чем мы нуждаемся и жалеем», – сказал волчонок. «Может, тебе не стоит гоняться за вчерашним днем, а найти нового друга?» «Может быть, кому-нибудь эта тактика и подходит. Ну, только не мне. Для меня старый друг лучше новых двух», – ответил Дема. И грустный пошел дальше. Идет, а навстречу ему сосед Бурундучок. «Привет! Ты чего, Демушка, не весел? Что головушку повесил?» – участиво спросил Бурундук. «Я виноват. Я поссорился со своим другом медвежонкой Степой. И теперь не знаю, как с ним помириться. Потерять друга легко, а вот найти-то трудно. Поговори откровенно со Степой. Может, все и наладится». Дема решил так и сделать. Нашел он Степу и говорит. «Знаешь, Степ, я ценю тебя очень, как друга. Прости меня, я сказала лишнее. Давай снова дружить». «Ну, давай», – сказал медвежонок Степа. «Только теперь я еще дружу с олененком Тошей». «А давайте дружить втроем», – предложил ежонок Дема. «Мне нравится, когда у меня много друзей». Дема настолько испугался, что может остаться без друга, что был согласен на все. И стали они дружить втроем. Теперь ежонок Дема со своим языком следит. И прежде чем что-то сказать, думает. В этот вечер он лег спать со спокойной совестью. Он был настроен только на хорошее. И это правильно. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok